Итак, здравствуйте! Это видео я снимаю для тех, кто смотрел мое предыдущее видео про изготовление вот этого вот бутылочного гранатомета. Делаю я его в принципе для развлечения, не для достижения каких-то результатов по дальности или точности, но в комментариях люди жаловали, что дальность, точность низкая, но попробуй увеличь массу и повысь заметность снаряда. Вот что сделал. Во-первых, покрасил, как все видят, красный цвет, теперь эта штука более заметная. Дальше вот эти вот дополнительные детали, хвостовой стабилизатор и носовой обтекатель, были немножко криво приклеены, как бы снял их, еще раз приклеил поровнее. И сейчас утяжелю носовой обтекатель. Собственно, у меня здесь получается небольшой резервуар, сюда вмещается 100 мл воды. То есть наша бутылка сама по себе всего несколько грамм, плюс вот эти вот 100 мл воды, дающие еще 100 грамм, сильно увеличивает ее массу. И, соответственно, полет должен стать гораздо более стабильным. На самом деле я его уже испытал вчера, и да, летит точно примерно на 100 метров. Сейчас покажу еще раз, еще раз пойдем спрятать. Еще в прошлый раз не акцентировал на этом внимание, но, наверное, многим будет интересно, расскажу о том, как сделал вот эти вот хвостовые стабилизаторы. Итак, здесь вот на бутылку надета часть другой бутылки, такой вот граненой формы. Эта граненая форма, в принципе, очень помогает. Не нужно никакую линейку использовать, ничего отмерять. Просто вот раз, два, две грани по диагонали пропилы сделал, и из гладкой части бутылки вырезал вот эти вот хвостовики стабилизатора. На них на конце сделал шесть прорезов, и через один вставил их один внутрь, другой снаружи, один внутрь, другой снаружи. Закрепил в двух сторон липкой лентой, и, собственно, вот и все. Саму эту деталь шестигранную тоже закрепил липкой лентой, обычной скотчем. Важный момент, то, что ставить их надо стабилизацией именно вот под таким наклоном, потому что, когда мы их в гранатомет вставляем, они складываются, а когда вылетает, сила вращения, набегающий поток воздуха при вращении, отталкивает их от своего согнутого положения, тем самым распрямляя. Если поставить их под обратным углом, не так, а вот так, тогда набегающий поток воздуха их, наоборот, будет складывать, и они, собственно, станут бесполезными. Вот, в общем-то, и вся премудрость. Сейчас пойдем испытывать, покажу, как она летает. Еще решил тут переделать механизм крепления хомутов к трубке. Все-таки пластик по пластику так себе держит, и на определенном давлении их все равно продолжает вытягивать. Сейчас вот затяну стальными хомутами, потом вот так вот позагибаю все, и здесь еще тоже хомутик затяну. Ну вот, теперь-то я уж, я думаю, хомуты точно не будут являться слабым звеном конструкции. Но вряд ли теперь можно будет накачать столько давления, чтобы их стянуло. Давай! Попытку вас! Попытку вас! И травы не очень-то много, все равно это достаточно сложно искать. Еще такой момент, вот, видите, как нос сложился. Не делайте это соединением, если решите повторить конструкцию, между носовым обтекателем и самим корпусом жестким. То есть не склеивайте, не сваривайте, ничего. Потому что вода не деформируется, а бутылка деформируется. Любой такой удар, если воде некуда выходить, то можете повредить основную бутылку, а это, ну, долго переделывать придется все заново. А тут лопнул скотч, вода вытекла, все нормально. Можно снова заряжать. Уже сама труба вращается. Машка же тебе попала? Попала. Тогда повыше немножко. Ну вот, собственно говоря, и весь рассказ. Как вы понимаете, в конечном счете, вот это просто труба. А все результаты, они достигаются за счет конструкции именно самой бутылки, самой ракеты. Как вы видели, в первом видео бутылка была просто обычной, просто из магазина. Она влетела, ковыркалась, и в большом счете никакого результата не было. Потом я ее доделал, она летела хорошо, не ковыркалась, но дали стабильность траектории. Сами видели. Добавляем массы, добавляем еще давление, и вот у нас больше сотни метров дали с полета. В принципе, не знаю, куда еще тут менять конструкцию. Вот предложение по улучшению. Пишите. Можно изготовить, не проблема. А пока что все. До встречи в следующих проектах. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok